Для чего в Беларусь массово стягивают российскую военную технику? Кого и за что будут лишать имущества? И как БРСМ будет помогать армии? Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Беларуси за недружественные действия против страны будут изымать имущество. Данный закон был опубликован сегодня ночью и принимался он тайно. Решение об изъятии права собственности будет принимать совет министров. После чего госком имущество должно будет обратиться в экономический суд Минска с заявлением, в котором указан полный перечень объектов, предлагаемых к изъятию. Арест может быть наложен также на денежные средства на счетах и во вкладах. Изъятое имущество будет поступать в республиканский бюджет. Примечательно, что в новом законе не раскрывается понятие недружественных действий. Однако лица и физлица, кому он адресован, должны быть связаны с иностранным государством и под его воздействием наносить ущерб стране. Данное новшество вступит в силу уже через 10 дней. Но одним раскулачиванием режим не обошелся и вчера были подписаны еще три закона. По одному из них так называемых экстремистов будут лишать гражданства. Новинкой стало использование без разрешения объектов интеллектуальной собственности правообладателей из недружественных стран. Таковыми в Беларуси считают страны ЕС, США, Албанию, Великобританию, Исландию и ряд других. То есть теперь режим беспрепятственно сможет использовать контент этих государств. Это распространяется на программы, фильмы, музыку и телепередачи. А еще теперь можно возить в страну товары и торговать ими без согласия производителей, если эти товары важны для внутреннего рынка. Кроме того, в Беларуси узаконили передачу компаний иностранных инвесторов во внешнее управление. То есть фактически это позволит режиму забирать в свое пользование покинутую иностранную собственность. Вот такое оно импортозамещение по-белорусски. Беларусь и Россия снова проведут военные учения. По словам представителя нашего Минобороны Валерия Ревенко, они не будут направлены против третьих стран. Однако такие заявления были и год назад, когда как раз после учений российские войска зашли в Украину с территории нашей страны. Так или иначе, по словам Ревенко, в Беларусь продолжают пребывать подразделения и российские вооружения. Военная и специальная техника. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент. Ну а цель наращивания контингента якобы укрепление обороноспособности союзного государства. Напомним, Александр Лукашенко 10 октября прошлого года провел совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет не одна тысяча российских военных. Он поручил их принять и разместить. Но далеко не все они рады белорусскому гостеприимству. Телеграм-каналы сообщают, что с одного из полигонов сбежала группа солдат, которых уже объявили в розыск. Однако эта информация пока не подтверждена. Вполне возможно, они просто не хотели видеть Лукашенко, который сегодня приезжал в Брестскую область, где размещена российская часть совместной группировки войск. БРСМ в случае мобилизации станет подкреплением для армии. Об этом в эфире пропагандиста Озаренко заявил секретарь организации Александр Лукьянов. По его словам, в рамках комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет подготовка членов БРСМ, в которую будет входить первичный комплекс силовых упражнений на выносливость, на силовую выносливость, на знание строевых приемов и на знание приемов с оружием. Лукьянов объяснил это тем, что при первых же волнах мобилизации потребуется подкрепление. Поэтому надо понимать, как молодежь БРСМ будет интегрирована в общую архитектуру безопасности. Поэтому уже сейчас, считает Лукьянов, необходимо провести первичную подготовку, чтобы как минимум молодые люди могли знать, что из себя представляет автомат Калашникова, пистолет Макарова или метание гранаты. Напомним, ранее нелегитимный вспомнил опыт российской частичной мобилизации и заявил, что в Беларуси его тоже надо учитывать. Поэтому в стране началась проверка военнообязанного состава. Минобороны тогда клялись, что эти мероприятия носят исключительно плановый характер. Закончить все мероприятия по сверке данных обещали до конца 2022 года. Однако они продолжаются до сих пор. Четыре года домашней химии получила инженер-технолог Минскводопровода за громкий инцидент с водой, который произошел в 2020 году. Еще одного сотрудника освободили от ответственности. Отмечается, что эти работники ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности. Это привело к тому, что в Минскую распределительную сеть попала некачественная вода, из-за чего пострадали жители сразу нескольких районов. Ущерб оценили почти в 600 тысяч рублей и прибавили к этому причинение вреда здоровью людей и иные тяжкие последствия. Напомним, утром 24 июня 2020 года в двух крупных районах Минска, Московском и Прунзенском, резко ухудшилось качество воды. Местные жители жаловались на сильный химический запах, из-за которого ее было невозможно использовать. Затем проблемы с водой появились еще в трех районах столицы. В результате инцидента без нормальной питьевой воды остались около 800 тысяч человек. Однако на первых порах власти делали вид, что все в порядке и никакой проблемы нет. И только ночью на сайте Минскводоканала появилось предупреждение, что использовать воду для питья нельзя. Устранить проблему удалось только через три дня. Неизвестные ограбили белорусский бар «Карма» в Варшаве. Они очистили кассу на 500 злотых и вынесли несколько бутылок виски. В инстаграме бара появилось обращение, в котором посетителей попросили помочь починить окна и возместить убытки. За несколько часов заведение сумело собрать необходимую сумму 2000 злотых. Это примерно 1100 белорусских рублей. После этого пост об ограблении был удален, а в сторис появились слова благодарности. С помощью донатов в бару удалось приобрести камеру наблюдения и страховку. «Карма» открылась в Минске пять лет назад. Однако после выборов 2020 года ее владельцы уехали из Беларуси. В 2021 году они открыли бар в Киеве, но после вторжения российской армии в Украину владельцы перенесли свой бизнес в Польшу. На сегодняшний день «Карма» есть в Варшаве и Гданьске. Ее называют «мигрантским баром», потому что для многих украинских переселенцев и для оппозиционно настроенной молодежи из России и Беларуси он стал новым домом вдали от родины. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео и обязательно пишите комментарий. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего вечера. Живи, Беларусь!